Сегодня я хотел бы рассказать о вот этом очень интересном экспонате, который можно видеть в отделе музея, музей Чуйского тракта. Это настольная печать, которая принадлежала томскому масону Седачеву. Печать поступила в музей по завещанию известного бийского коллекционера Михаила Павловича Потарского. Завещание было оформлено в 1968 году. Печать выполнено из копейчатой каргонской яшмы и имеет вот такой вот темно-серый оттенок. В основе вот этого материала это кварцитный парфир с включением сюда сфероидов альбита. Это вот эти вот белые кружки, которые известным российским ученым 18 века, геологом, ботаником, географом Петром Ивановичем Шангиным были названы вот по форме, ну, как вот, напоминающей копейки, поэтому вот копейчатые именно вот эти вот белые вкрапления, они именно и напоминали собой, напомнили ему собой вот копейку. Шангин прибыл сюда на Алтай в 1785 году. Он прибыл сюда отбирать подделочную яшму для петербургских дворцов. В общей сложности за его пребывание в Западном Алтае им было открыто 145 пород яшмы. За это ему было присвоено звание действительного члена-корреспондента Императорской Академии Наук. И в том числе им была открыта вот эта вот подделочная каргонская копеечная яшма. Почему каргонская? Потому что она была открыта на берегу реки Каргон. Это приток Черыша. Такая вот печать как и многие подобные печати могла быть изготовлена на Колыванской шлифовальной фабрике. Открыта она была в 1802 году и за годы своего существования на этой фабрике было очень много изготовлено таких вот декоративных подделочных изделий. Печать интересна еще тем, что на основании печати есть очень любопытные символы. Это масонские символы. Вверху находится лучезарная дельта. Это глаз Божий в треугольнике. По центру располагается алтарь. На алтаре лежит книга лучезарная с исходящими из нее лучами. два подсвечника и по бокам два дерева. Это ливанский кедр. Внизу фамилия владельца печати Седачев с его инициалами. И вот по кругу с другой стороны по верху есть тоже такая любопытная надпись «Пою Богу моему». Это начало известного 142 псалма, который звучит как «Пою Богу моему дон деже есмь». То есть «Буду петь Богу моему, пока существую, пока я есмь». Символы в основном узнаваемые. Во-первых, в масонстве масонское ложе, центральное место – это алтарь. На алтаре, в отличие от какого-то другого храма, могли лежать любые священные тексты. Это могла быть и Библия, это и Танах, и любое другое священное писание. Подсвечники обычно символизируют связь какими-то высшими ангелами или архангелами, еще их могут называть как Деви-Раджи. Также они могут символизировать две колонны, которые стояли, согласно Библии, в притворьях первого храма Соломона – Вуаз и Иоахин. А два дерева – это как раз ливанский кедр, который еще в мифологии шумеров символизировал великое мировое древо. Из этого дерева был построен как раз храм Соломона, и у масонов дерево символизировало вечность. Вот такой печатью скорее всего Седачев скреплял какие-то важные документы. у нас в коллекции есть несколько подобных печатей купеческих, как правило, но вот эта печать особенная, потому что на ней не просто инициалы и фамилии купца, а отражено его мировоззрение, принадлежность к определенной масонской ложе. мировоззрение. 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 Продолжение следует...